Кончая наша тема – параметры индивидуального стиля работы. Рассматриваем следующие вопросы. Первое – параметры индивидуального стиля работы. Второе – основные причины нерационально потраченного времени. Третье – генезис саму-менеджмента. И четвертое – саму-менеджмент, умение управлять собой, управление временем, управляя знаниями. Поиск приемов организации времени, тая из жизни, в целом, связан с глубоким анализом индивидуального стиля работы конкретного человека. В связи с этим можно определить такие параметры, как темперамент, сенсорные предпочтения, приоритетность цели и многое другое. Для человека, занимающего напряженным интеллектуальным трудом, характерны использования в работе трех основных блоков. Первое – блок накопления и обработки новой информации. Второе – блок отдачи и распределения информации. Третье – блок отдыха и релаксации. Каждый из этих блоков является неотъемлемой частью гармоничного развития личности. Так, нарушение пропорций между этими блоками или игнорирование одного из них приводит к уменьшению работоспособности, а следовательно, эффективности труда. С целью совершенствования процесса организации труда необходимо также произвести детальный анализ основных поглотителей времени. Образно говоря, если разумный человек заранее знает, из какого кармана вору крадет у него кошелек, он никогда не положит его именно в этот карман. Существует известное выражение о том, что время – деньги, и когда известны основные поглотители времени, разумно их избегать. Самые распространенные причины, заставляющие человека нерационально использовать свое время, следующие. Первое – телефонные звонки. Второе – часто заглядывающие в кабинет людей. Третье – плохо организованная обмен информацией между подразделениями организации. Четвертое – проблемы с компьютерным оборудованием. Пятое – изменение намеченной очередности в выполнении задачи, навязываемой коллегами или руководителями. Шестое – недостаток организационного планирования. Седьмое – неумение слушать и слышать людей. Восьмое – неудовлетворительная организация структуры организации. Девятое – неразбериха в почте. Десятое – исправление ошибок, которых зачастую можно было бы избежать. Одиннадцатый – нерешительность в деловых вопросах. Двенадцатое – плохо организованное совещание, собрание, планерки. Двенадцатое – отвлекающие факторы на рабочем месте. Четырнадцатое – чрезмерная офисная бюрократия. Двенадцатое – бесполезная дискуссия о своей работе и работе других людей. Актуальными в данном случае являются слова из известной песни Высоцкого. «Смажь колеса времени не для первой премии. Им ведь очень больно от трения, обижать не следует время. Плохо и тоскливо жить без времени». Время нужно планировать хотя бы уже потому, что нам его никогда не хватает. Мы никак не можем найти время на важные, но несрочные дела. Необходимо прекратить его искать, потому что вы никогда не найдете время. Мы ведь живем в нем. Время можно создать, позаимствовать у него у одного занятия, а до другого. В этом поможет список дел. Многие менеджеры слишком ориентированы на процесс деятельности, а не на его результаты. При таком подходе предпочтение отдается правильно делать дела вместо того, чтобы делать правильные дела. Решать проблемы вместо того, чтобы создавать творческие альтернативы. Сохранять средства вместо того, чтобы оптимизировать использование средств. Выполнять долг вместо того, чтобы добиваться результатов. Уменьшать затраты вместо того, чтобы повышать прибыль. Для того, чтобы найти больше времени на дела, которые приносят пользу, надо делать меньше того, что оказывается бесполезным. Это означает не тратить время по опусту. Распределить время можно и на основе других соображений, а не только с точки зрения удовольствия. Это могут быть обеспечение финансовой стабильности, продвижение по карьерной лестнице и поддержание хорошей физической формы. Каждому человеку важно определить для себя приоритеты и, следовательно, понять смысл полезного времяпровождения. Жизнь следует строить по принципу «я сделал все, что было возможно в моих силах». Оглядываться назад и говорить «я мог бы сделать лучше» – это бессмысленно и нереалистично. Допустим, вы могли бы сделать лучше. Можно даже себе представить, что их… и как можно было бы сделать лучше. Но то обстоятельство, что этого не было сделано лучше, означает, что в сложившихся обстоятельствах невозможно было сделать по-иному. Поэтому не следует допускать неудачи и останавливать попытки по достижению поставленных целей. Не целесообразно тратить драгоценное время по-напрасному на размышлению о том, что что-то не получилось. Ведь большинство из нас учатся на своем опыте и своих ошибках. Человек становится старше и мудрее с тех пор, как имел дело с подобной ситуацией, даже если это было 15 минут назад. Известно, что человеческие привычки невозможно изменить за несколько дней. Для этого требуется время. Для того, чтобы взять под контроль собственное время и собственную жизнь, не существует волшебных слов, а чудеса, как известно, бывают только в сказках. Однако, применяя основы самом-менеджмента, возможно добиться продвижения к ежедневным и жизненным целям, получив больше удовольствия от каждой минуты жизни. И как следствие добиться большего успеха в профессиональной карьере и личной жизни, достигая многими меньшими усилиями, согласно методам самом-менеджмента, каждому вполне возможно стать обладателем гораздо большего количества времени в течение определенной жизни. Следовательно, каждому решать, каким образом сегодня потратить время в наибольшей пользе, делая все, что в ваших силах и считая это личным успехом. Не называет сомнение тот факт, что деловой человек очень много времени тратит на важные дела. Этот факт мотивирован тремя принципами. Первое. Время, потраченное на обеспечение финансовой стабильности, возможно это то время, которое человек посвящает семье. Работаем не ради того, чтобы купить, например, видеомагнитофон, а для того, чтобы обеспечить всем необходимым детей и так далее. Однако самореализация на работе и духовной жизни человека не исключает возможности взаимоусловленности. Второе. Существует мнение о том, чтобы работать на работе гораздо проще, чем работать над семьей, потому что профессиональная деятельность обычно подозумевает в выполнении конкретных заданий, когда точно известно, что надо сделать и каков должен быть результат. Гораздо сложнее с хорошей семьей или крепким здоровьем, потому что не всегда имеется точное представление о том, к чему стремишься. И третье. Это общественное давление отвечает традиционному понятию работы. Приходя к пониманию того, что другие сферы жизни не менее важны, требования в профессиональной жизни остаются прежними. В данной ситуации разумнее расставлять жизненные приоритеты, учитывая степень важности разных сфер жизни, но не за счет профессиональной деятельности. Вы любите жизнь? Тогда не тратьте безрассудно время, ибо это материал, из которого сделана жизнь. Бенджамин Франкли. Само-манеджмент – это умение управлять собой. Прежде всего это самоорганизация, искусство управления собой и руководство процессом управления во времени и пространстве общения в деловом мире. Актуально в данном контексте звучат слова гениального Гёте. Недостаточно знаний, необходимо также их применение. Недостаточно хотеть, надо еще и что-то делать. Так, например, получить теплом престижного вуза еще недостаточно, ведь процесс самообразования должен присутствовать постоянно и систематически. Знания должны не только преподаваться, но главное – приобретаться. Если человек не знает, чего действительно хочет у него, то, как правило, ничего не получается. Поэтому целесообразно утверждать о том, что никогда не надо бояться ставить перед собой более трудные, более глобальные задачи. Исследование показывает, что само-манеджмент при использовании современных подходов позволяет не только значительно продвинуться на пути о владении искусством управления собой и своими действиями, но в определенной степени облегчает усвоение основ теории. Это происходит благодаря тому, что базовые методологические подходы предварительно изучаются на занятиях по само-манеджменту, чем достигается практический синтез искусства и науке управления, составляющей его сущность. Таким образом, преимущество владения искусством само-манеджмент состоит в следующем. Это выполнение работы с меньшими затратами времени и рациональной организации труда. Отсутствие спешки при осуществлении задач и жизнедеятельности в состоянии эустресса. Получение удовлетворения как от профессиональной деятельности, так и от планирования личной жизни. Следующие активные и обоснованные мотивации труда. Повышение профессиональной квалификации и возможности карьерного роста. Сокращение ошибок при выполнении своих функций. И достижение профессиональных и жизненных целей в короткие сроки посредством квалифицированного выполнения функций само-манеджмента. Спасибо за внимание.